То есть царская власть сохраняется, нету в законе о престолонаследии окончания царской власти. То же самое в 1991 год. Нельзя было в лесу в Беларуси сказать, СССР нету, есть СНГ. Вы что, ребята, вы сумасшедшие? Где в Конституции СССР норма о возможности ликвидации государства? Есть право выхода из состава СССР. И вы уже приняли закон в 90-м году о порядке выхода. И это тоже было нарушено, на примере Грузии. То есть СССР может выйти, но автономные могут остаться. Вот если Грузия вышла, то Абхазия и Осетия остались. Так 16 лет войны. 16 лет войны. То же самое у Госдумы есть своя Конституция, регламент. Так вот он до сих пор имеет там ошибки юридические. Ну и по всем законам у нас повестка дня до 20 вопросов. И каждый раз идет дискуссия. То есть никакого благостного отчета не будет. Уже не раз приходили к нам руководители правительства или его первые замы. Обычно все три фракции ЛДПР, КПРФ и Справедливая Россия выступают против. Голосуют против по постановлению, по которому мы якобы одобряем деятельность. Поэтому как раз этого нету. Просто мало показывают. В интернете есть мир. Интернет ЛДПР, РУ, пожалуйста, там мы все это даем, выдаем, объясняем. Это отчет, ведь понимаете здесь как? Какой он может быть благостный. Кризис продолжается в мире? С какими результатами мы пришли, уже сегодня мы подвести итоги. Уже вроде бы падения не будет, но и выздоровление еще только лишь небольшие точки. Это не то же вопрос, потому что есть точки зрения, что будет падение. Но все равно, что мы имеем? Падение валюты за девятый год, это отчет за девятый год, почти наполовину. Но 30% это явно. Но считают финансисты, практически наполовину рубль упал. Слушайте, весь мир-то не упал так? Китай вообще 6%? Почему мы в 5 раз ниже упали? По валюте, по ВВП, то есть производство все наше, у всех падение 1, 2, 3, кое-где рост. В Китае уже рост. У нас минус 7. Вот это вот два показателя. Деньги упали, и все производство упало. Все, это что, положительные показатели, что ли? Они отрицательные? Мы имеем право узнать причины. Допустим, нам могут сказать, что зато мы сохранили финансовую систему. Хорошо, но дальше-то мы хотим, чтобы была экономика для граждан. То есть финансовая система, это мы не дали крупно упасть большим банкам. Но дальше-то ведь, понимаете, это же надо, чтобы сохранять рабочие места в большем объеме. То есть есть о чем говорить, есть предложения, вопросы. Ну, возьмите, простой вопрос. Федеральная служба исполнения наказания всегда была в системе МВД. МВД передали с большими волнениями в Минюст. И что? Что мы имеем? Что, улучшилось что-либо? Во всем мире тюрьмы в ведении Министерства юстиции, и они как бы их облагораживают. Они их гуманизируют. Гражданские чиновники, никакой коррупции, никакого насилия, никаких пыток. Мы все равно, что МВД, что Минюст, ничего не изменилось. Сейчас туда мы брали одного начальника службы, поставили другого. И реально ничего не изменяется. Люди там погибают, это известные погибают. А сколько там забивают и задыхаются? О, это мы знаем. А что толку, что вы перевели? Ведь если бы был толком, то есть мы о чем можем быть с премьер-министром? Ну, давайте найдем какой-то островок положительных результатов. Например, у нас проблемы дороги и жилье, все это знают. Вот, давайте построим хотя бы Москва-Петербург, или хотя бы Москва-Рязань, 180 километров, с самой современной дороги, по средним европейским ценам. В Китае это, мне сказать, дешевле. Но у нас самые дорогие. Почему? Почему у нас самые дорогие? У нас все наше сырье, все наши технологии, бетонные плиты, мы все изобрели. Давайте построим, покажем. Вот так вот вся страна будет покрыта автобанами. Вот смотрите, все приезжайте, смотрите. Вот автобан государственный, рядом платная дорога. У кого есть деньги по платной, там вообще разводки еще лучше, инфраструктура. А вот государственные. То же самое жилье. Деревянные дома строить. Президент об этом сказал уже два года назад. Ну, давайте хоть одну, хоть 100 километров, ну, хотя бы 50 километров. Покажем, сестры, вот смотрите, тысячу домов, одноэтажных, деревянных, 100 метров, живут новые наши люди. Предлагайте Потемкинский деревень. Но она реальная будет. Но чтобы все видели, вот так можно. Ведь в каждой области есть домостроительные комбинаты. Это, конечно, пример положительный, конечно. Как образец. У нас есть ВВЦ. Вот это реальный образец. Вот такие должны быть автобаны. Они же будут ездить 200 километров. И тысяча домов будет стоять. И там будет жить тысяча семей. Ну, конечно. И тот, кто проехал по хорошей дороге, он скажет, я не хочу, давайте мне. Пусть будет платное, скажет. Но я поеду по хорошей дороге, и каждые 100 километров буду платить сумму определенную. Ну, мне же люди не будут ехать тысячу километров. Ну, уже 150, там, 200. В этом плане уже пора что сделать. 20 лет прошло. Они говорят, там, стратегия 2020. А что вы через 10 лет нам собираетесь дать? Вот мы приняли закон о торговле. Цены в магазинах понизились? Нет. Сейчас вступил в силу закон об обороте лекарственных средств. Это тоже реально цены на лекарства. Понижаются? Нет. Наоборот, нам сообщают, что во многих аптеках до сих пор стоят высокие цены на лекарства. А квиточки ЖКХ, о которых было сказано, что в следующем месяце, ребята, вы получите совсем другие суммы. Вот я уже, например, я лично уже получила ровно такую же. Вот. Вот именно. Об этом я буду говорить с нашими гражданами. Сейчас все-таки месяц такой приближается. Май, 1 мая. Я снова всех приглашаю на Пушкинскую площадь в 2 часа. Будут профсоюзные мероприятия. Во всех городах пройдут. Но вот наша солидарность. Солидарность гражданская. Давайте по нашим вопросам солидарность. Отношение к Киргизии, отношение к этой трагедии под Смоленском. Отношение, значит, вот по... Остановить цены. Солидарность. Остановить цены. Раз и навсегда. И дать возможность людям на те же деньги купить то же самое количество товаров. Иначе мы их немножко провоцируем. Мы говорим, повысили вам с 1 апреля пенсию 6%. Да? А цены на 15%. Так мы издеваемся? Давайте лучше не повысим пенсию на 6%. А цены остановим вообще. Остановим их. Тогда у людей будет добавка 15%. И инфляции не будет. Он купит те же товары. Просто он их купит. А сегодня он не может купить. Поэтому здесь борьба. Я вот в этом плане у нас борьба идет с чиновниками. Вот видите, вам прислали. Давайте Москву сделаем площадкой, где все будет хорошо. Ну можно хоть один город в стране сделать? У нас 83 субъекта. Давайте один сделаем. Коррупция самая низкая. Преступность самая низкая. Наркотиков вообще нету. Никаких игровых автоматов. И ЖКХ работает, как говорится, как часы. А тогда что же надо сделать с московской властью? Менять. Менять. В том-то и дело. Ведь у нас везде проблемы есть. Сейчас я столкнулся с проблемами Новосибирского. С криминалом страшным. Там одну группировку сейчас все арестовали. У них в деле 8 трупов. Представляете, это у одной группировки. Давайте Москву сделаем Образцовым. Помните, нам обещали? Образцовый коммунистический город. Давайте создадим это. Во-первых, что нужно сделать с Москвой? Город и область объединяются. Создается федеральный центр. И делами федерального центра руководит министр центрального правительства. Чтобы у нас была смена постоянная. Когда мэр, это вот на 4 года, на 5 лет парламент утверждает. А на 17 не хотите? Слушайте, в данном случае уже 18 лет. А если взять как заммэра, то вообще 20 лет. И даже больше. В этом смысле менять обязательно. И правила менять. И жесткие меры принимать. Здесь вся власть в стране, в Москве. Ну давайте, если случим вообще коррупцию. Ведь чиновники московские получают больше всех. Давайте им еще больше зарплату сделаем. И немедленно арестовывать их, как только коррупция. Коррупцию легко проверить. Везде видеокамеры. Вот убили судью. Видеокамера убийцу зафиксировала. Кто вам мешает также зафиксировать все попытки получения взяток? Только у ключевых чиновников. Ведь взятки берут у него. Он начальник департамента потребительского рынка. Да? Вот он. И у него в кабинете должны быть стоять камеры. Допустим, главный архитектор тоже дает какие-то визы. Финчасть какая-то там. Вода, канализация, газ, электрика. Конечно, если, ребят, не хотите по сознательности это делать, давайте за вами следим. Контроль. Вот у меня сейчас конфликт. Ведь на меня подали в суд. Московское правительство. Вот 27-го, во вторник, значит, Ставеловский суд. Я ответчик. Я говорю, что в городе коррупция. Мне говорят, что нет. Это подрывает деловую репутацию московского правительства. И меня в суд приглашают. Вместо того, чтобы их в суд туда. Они меня, вот в 10 утра я приглашаю москвичей, кто хочет прийти, могут поддержать меня. Во вторник, 28 апреля, в 10.00, Ставеловский суд, Бутырский вал, дом 7. Вот на меня правительство Москвы подает в суд. Представляете, уже три месяца идет процесс. Некоторые москвичи отлично прислали мне свои жалобы. Все же связано с плохой жизнью в городе, коррупцией и так далее. Очень важно. Сейчас уже все-таки проще. Несмотря на то, что какие-то элементы цензуры такого, цензурного порядка, явления есть. Например, мы, когда у нас будет интервью, и оно проходит, только в позитиве выдают. Критикую правительство, это не идет. А вот принес, да, мы закон поддержим, да, это закон. Хвалить надо закон, все, интервью выходит в эфире любого канала. Как только критика, все, ничего этого нет. Такой тоже вариант нас не очень устраивает. То есть доступ есть к СМИ, но в каком формате? Хвалить власть, пожалуйста, критиковать, все. Это нам неприятно. 1 мая я же буду критиковать целый час. А вечером покажут. И ЛТПР провела свой митинг традиционно на пульской площади. Жириновский обратился с призывом быть солидарными в борьбе с коррупцией. Ну, общее заключение. Все должны быть солидарными. Президент призывает, весь мир борется там с водопреступностью. А все, что я буду говорить, ничего не выйдет. Но есть интернет сейчас, есть газеты. У нас миллион тираж газеты. Подписчиков 500 тысяч. Полмиллиона, это больше, чем у некоторых газет. И непосредственное общение. Самое главное, избиратель наш умный. Мы испытали, дедушки, бабушки, даже прорежут. Царский режим забыли. Советский уже уходит из памяти. 20 лет прошло. А нынешняя власть уже практически тоже 12 лет у власти. С 2000 года. 11 год идет. Поэтому сегодня очень легко уже разобраться. Друзья мои, ельцинская команда, это яблоко, правое, все. Никто за них голосовать не будет. Ну, почему? У них тоже есть свой избиратель. Он уехал за границу. Или полностью разочарован. Поэтому выбор один на троих. За консерваторов. Единерсия. Троих это хорошо. На троих это по-русски. Три варианта. Консерваторы. Вот есть Единая Россия. Это тем, кому сегодня хорошо. Таких 20%, не больше. 20, не больше. Я беру так округленно. Может быть даже еще меньше. Ну, пускай 20%. Пускай даже 30%. Но 70% недовольны. Эти 70%, половина левые. Вот КПРФ есть, играет там еще левая. Выбирайте. Вторая половина, 30%, ЛДПР. Мы как правая партия, как патриоты, и как такие за русское такое государство, за духовность. В том числе поддерживать и государство в экономике, и частности. То есть, все, кто не согласны с этой властью, и не хотят снова идти по левому варианту, а это невозможно. Мы в левом варианте ничего не достигнем. Вот Греция, левое правительство. Бунтуют каждый день. И, смотрите, Дания, Голландия, Норвегия, Швеция. Правые правители. Ни одного выступления. Ни одного. То есть, Европа показала. Бунтуют там, где левые. Португалия, Испания, Италия, Греция. И то в Италии правые снова победили. И там будет лучшая обстановка. В Венгрии ультраправые вообще пришли в парламент. То есть, идет поправление всей политической картины Европы. Сейчас победят консерваторы. А что в Англии будет? Консерваторы победят. В любом случае, никто не получит большинства. Будет коалиция с ЛДП Британии. Поэтому сейчас люди очень умные, грамотные. Информация огромная кризиса. Конечно, если полностью дать свободу выражения хотя бы парламентским партиям. Хотя бы просто показывать, что происходит в парламенте. Как вот полностью нам показывают, что происходит в Верховной Раде Украины. Но дайте вы все это людям. Не просто там отдельные заседания. Не интернет, а вот 224. Пускай в среду, в пятницу. Дает, так сказать, дайжест. Что произошло в Думе каждый час нам. У нас есть программа парламентских частей. Она весит 24 и тоже делают ее так, что там никто не поймет, чего хочет оппозиция. Там опять в таком варианте. Вот как вы думаете, а вот как думаете. И критика практически не проходит. Не надо бояться ее. Иначе мы будем иметь какие-то варианты Бишкека, Кишинева, Дербента. Нам это с вами не нужно. Мы должны исключить обострение обстановки. А чтобы это исключить, дайте возможность парламентским партиям высказывать свою позицию и показывать конкретно, где у нас узкие места, что нужно делать и каким образом двигаться дальше именно в экономике. В экономике. Это самое главное сегодня.